Доброго времени суток! Программа Всевсад. Зовут меня Анна. Мы возвращаемся к героине прошлой передачи Смородинки. Мы ее обрабатывали от предителей. Посмотрите, все чисто. Все чисто и красиво. Что мы сейчас должны сделать? Смотрите, сейчас начинается плодообразование. Видите, ягодки. Поперли ягодки. Мы должны сейчас ее накормить. Будем ее кормить очень-очень вкусным препаратом. Можно использовать биошу для смородины крыжовника. Две столовых ложки на литр воды и поливаешь. Можно использовать гумофит, вытяжка из торфа. Одна столовая ложка разводится на 10 литров воды. Нам надо совсем чуть-чуть. Ну, примерно вот так вот. Мы разведем это на 3 литра. Этой смородины не хватит. И вот этих все 3 литра я вылью прямо ей под кустик. Ешь, моя родная, и плодонось. Плюс еще что мы сделаем? Смотрите, вот это вот новый прирост идет. Если мы сейчас вот так вот отщипнем, мы заложим почки на следующий урожай, на следующий год. Вот так вот макушечки, вот эти вот, прищипываются. Не поленитесь и увидите результат. В это время года это делается. Жаловаться мне на нее грех. Она вся красивая, вся плодоносит. Накормить мы ее накормили. А сейчас мы пойдем к тому, что вас всех беспокоит. Почему не просыпаются плодовые после зимы? Пойдемте. Посмотрите на абрикос, как он выходит в зимовке. Отвратительно. Получается, что вот он пытается корячиться и начинает засыхать. Будем пробовать спасать. Дайте обязательно азотное удобрение. Азот. Столовой ложкой мочевины, карбамид, на 10 литров воды. Размешали. Сейчас он маленько растворится. Я пока расскажу, что еще нужно делать. Нагреваешь воду в 40-50 градусов. И обязательно прямо по стволу опрыскиваешь. Делаешь душ. Кору. Как размачиваешь кору. Это надо ему. Ему нужна помощь. Сам он не справится. Весна была сложная. Земля не отходила. А сверху все равно было теплее. И получается, корневая система путем не проснулась. И вот сколько у него силы было, докуда он добрался до водички, вот настолько его и хватило. Видите, вот он только вот-вот начал и сразу желтеет. Вот сейчас в таком состоянии, можно сказать, у 80% населения города Красноярска. Поэтому давайте будем спасать. Ему еще можно помочь. Сейчас уже время, вечернее время. Солнце уже так не светит. Делайте душ. Прямо сверху берешь и поливаешь. Поливаешь, поливаешь, поливаешь. Можно добавить тот же самый гумафит. Один колпачок на 10 литров. И прямо им опрыскиваешь. Если его нету, хотя бы просто водой. Не до хорошего. Мочевина у нас растворилась. Прямо выливаем. Выливаем все 10 литров. И это мы будем повторять через каждых три дня. Три дня прошло, еще раз, еще раз. Душ можно делать каждый день. Не поленитесь. Если вам дорого дерева, сделайте это. Как понять, что помог такой душ для дерева? Начнет развиваться листва. Если листва не распускается дальше, брызгаем. Уже тогда биостимуляторами. HB101, эпин, циркон. Что у вас есть под рукой, этим добавляйте воду и опрыскивайте. Погода сейчас очень жарко. Растению не хватает влаги. Нужно поливать. Отливать. Тогда у нас все получится. Поливать, конечно, лучше вечером. Душ только после того, как садится солнце. В жару шибко не надо. Вот, получается, снизу пошло. Смотрите, какая зелень. А здесь уже через один. Вот это вот все забирает силу. А здесь он не доходит. Поэтому его нужно будет обязательно отливать. Макушечку вот так вот надо обрезать срочно. И оно тогда раскустится, и будет настоящее красивое дерево. Макушки у плодовых всегда обрезаются ровно. На этой нотке мы прощаемся. Программа «Все в сад». Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!